Всем привет, с вами Маргарита Крипто, и сегодня мы с вами просто просудим Wallet Connect. Я надеюсь, что у всех все хорошо, здоровье, и вы все расцветаете, потому что тут идет китайский Новый год. И, конечно, я надеюсь, что вам это видео понравится. Я хочу сказать, что я обязательно сниму на телефон, как эту аппликацию, как ее зарегистрироваться, как она выглядит внутри. Но давайте с вами будем говорить насчет Wallet Connect, что это такое, почему это надо, почему это не надо и так далее. И вообще, как подключать свой кошелек. Что такое Wallet Connect? Это удобный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет мобильному кошельку легко подключаться к децентрализованным веб-приложениям. Это The App называется, если возьмем то на английский язык. И, конечно, взаимодействовать с вашего телефона. Вы можете подключаться и интегрировать в Bridge Wallet через Wallet Connect. Вы также сами можете скачать Wallet Connect как на свой дистоп, так и на свой телефон. Но, конечно, тот сам сайт, в Wallet Connect мы пойдем, но это более он идет для девелоперов. То, что вы можете делать, например, с Wallet Connect вы можете безопасно его пользовать, использование в Диапсе. Это Диапс, как я сказала, децентрализованным веб-предложением, чем настольные кошельки или кошельки на основе браузера. Такие, как MetaMask. И можно переходить в другие аппликации. В Диапсе вы можете с Wallet Connect так же самое переходить, как и в Uniswap или PancakeSwap, либо какие-то другие свапы, либо просто возможность подключиться и купить свои монеты. Например, если на каких-то нет бирж, вы можете их покупать через Диапсы. И, конечно, это можно делать в MetaMask кошельке, Trust Wallet, либо Wallet Connect и Coinbase. То я хочу вам просто показать, как это все работает, все приключение к этому, как вообще пользуется это, что вам было бы удобно. Я сделала скриншот. Например, если вы откроете веб-приложение, Диапс, в браузере вы можете перейти на веб-сайт приложения, который вы хотите использовать. То это идет у нас в Uniswap. Я покажу так же самое, как делать вживую. Не то, что вживую, но в самом, как говорится, открытии, например. То вы просто переходите в app.uniswap.org. Я это все прикреплю, эту всю информацию, не переживайте. Так же самое вы можете проходить и в другое, в другие приложения, например, как PancakeSwap, как я говорила, либо MetaMask и так далее. То на веб-сайте WalletConnect, я вам это все тоже покажу, то мы, как подключить к WalletConnect, да? Когда вы находитесь на Uniswap, если вы уже скачали приложение WalletConnect на свой телефон, то может вы скачать его так же самое, как и на iOS, если у вас идут айфоны, либо в Google Play так же самое можете найти, если у вас есть андроиды, да? В большинстве DApps вы найдете кнопку «Подключить кошельку», либо на английском языке это будет «Connect to Wallet». Мы нажимаем «Connect to Wallet», это как подключиться к кошельку, и нам надо выбрать WalletConnect. Как вы видите, нам дают подключиться к кошельку, это дают либо «Install MetaMask», обязательно будет видео про это скоро, либо уже будет написано «Метамаск», да? «WalletConnect», «Coinbase Wallet», «Fortmatic» и «Portis». То мы будем, конечно, выбирать «WalletConnect», потому что это видео про «WalletConnect». Вы получаете QR-код, вам дают либо «Mobile», либо «QR-код», вы нажимаете на «QR-код», и уже своего телефона, который вам нужно будет отсканировать с помощью «Bridge Wallet». Я, конечно, это обязательно покажу на телефоне, как это делать, что у вас было бы понимание с телефона на компьютере. Я думаю, что я буду снимать это на телефоне, и, может быть, плюс-минус понятно. Вот, и давайте, ну, вы просто сканируйте. Да, я думаю, что это правда очень просто. Вот это, как выглядит внутри. Откройте «WalletConnect», в «Bridge Wallet», то мы зашли в свой главный, да? И мы находим «WalletConnect», то откройте «Bridge Wallet», затем перейдите в «Настройки», мы находимся тут в «Настройках», нажимаем «WalletConnect», мы нажимаем на «WalletConnect» и «Сканировать», да? Когда нажмем «Сканировать», и откроется QR-код, который вы отсканируете, да? Но когда вы это все делаете, он у вас будет тут, да, вот, QR-код, чтобы его отсканировать. Это просто объяснение, как зайти и сканировать, и отсканировать QR-код. Это идет как объяснение. То это идет в скриншот из официального сайта. Мы, конечно, в него зайдем. Вам показывают разные дипсы. Это децентрализованные аппликации, да? Идет EtherScan, Uniswap, Binance Dex, OpenSea, Compound, IVE, D-Bank и намного больше. Вы сюда можете зайти в сайт и сами посмотреть, see all the apps, и вам, конечно, это все покажут, да? Насчет перевода, к сожалению, Chrome не переводил на русский язык перед тем, когда делал эти скрины. Но как есть, так и есть, да? И показывают нам другие Anychain, да? То есть вы можете подключиться либо к Euterium, Cosmos, Polkadot, Salo, Solana, Near. И, конечно, больше много чейнс будет идти, да? Это идут все разные блокчейны, которые идут как для тех, кто, например, для девелоперс. Я не знаю, как это на русском языке. Я не перевела, sorry. Девелоперс могут сделать, да, или там, боже, как трудно на этом русском языке, простите, мультичейнс, да, для экспириенс, либо for other applications, да, либо сделать новые аппликации. Я думаю, что если вы начинающий в криптовалюте, вы не строите блокчейны, вы не делаете... Я переведу сейчас это слово, конечно, потому что я так не успокоюсь. Сейчас включу Google Translate. Вы не разработчики, не разработчики. Сейчас. Ну, я думаю, что да. Разработники. Разработчики. Разработчики вот блокчейнов, то вам это не надо. А, и, конечно, давайте перейдем в сайт. Сейчас мы с вами в него зайдем. Он у меня уже открыт. Вот, вот, как он выглядит. Вы смотрите, вы можете делать сайнап здесь, но, конечно, вам не дадут... Это более идет в девелопер клауд. Это как, подождите, разработчиков облака, да. Они тут делают для кошельков и децентрализованных аппликаций for developers, manage projects, manage registry listings. Это идет не вам, то вам не обязательно надо сюда регистрироваться, если вы не занимаетесь криптографией. Криптовалюта, криптография – это два разных, да. Но криптовалюта пришла к нам с криптографией. То это более идет для разработчиков разных кошельков, цифровых кошельков, диапсов и так далее. То вам сюда просто, правда, не надо идти туда. То это все идет на английском языке. Вы больше можете проверить, что есть, как это все работает, как сканируется, да. Вот у вас уже есть аппликация, вы просто открываете, сканируете, да. Тут идет малое объяснение. Также, как я вот говорила, например, мы можем нажать see all wallets. И нам показывают все кошельки, которые есть, да. Rainbow, Trust Wallet, MetaMask, Gnosis, BitPay и так далее, да. Как вы видите, тут просто много кошельков. Всех разных обязательно видео пройдет, потому что есть одни и хорошие кошельки, другие плохие. Либо те кошельки, которые, правда, зарегистрированы официально вместе с аудитом. И, конечно, которые, например, пользую я. И есть очень много кошельков, которых даже я не слышала. То я бы не советовала в них всех регистрироваться, потому что я бы, как говорится, я не уверена в них, да. Я более советую те кошельки, которые я, конечно, знаю, и в которых кошельках я не пользуюсь, я не уверена, я не буду никогда пользоваться. И я бы вам так же самое не советовала, да. Потому что там вы же берете весь риск на себя. Это тоже очень важно, да. Я прикреплю видео насчет Rockpool, да. Посмотрите, это будет тоже понятно, что надо проверять и так далее, да. Это будет уже децентрализованные аппликации. Так же самое вы можете в них зайти и посмотреть, какие есть больше, например, OpenSea. Я буду больше видео снимать про это и так далее, да. Обязательно время придет. Я это все сделаю просто. Я, как говорится, не спешу. Есть сущий свап и так далее, да. Мы можем, например, несколько открыть, чтобы вам показать, если, например, в другие кошельки зарегистрироваться. Вы можете, правда, пройти сами в это более и, конечно, более посмотреть, как это все работает, какая диагностика блокчейна, да, это чейна, этого леджера. Также самую большую информацию, как это все работает, какие должны быть, какие гарантии, да, как платформа должна работать. Это более для этих developers, да, это не для вас. То это такая информация насчет этого. Давайте просто перейдем уже, например, в существо, да. Вот как он выглядит, например, это в Диапсе. Вы можете в него зайти через, например, через Wallet Connect. Вы можете зайти в него через MetaMask, так же самое, да. Я более объясню, что и как. Например, на Premiere. Я не знаю, почему так сказала, но, да, интернет у меня сегодня очень уже медленный, и я уже с этим ничего не могу сделать. То, например, мы находимся уже в существо, да, например, видите, Connect Wallet. Мы нажимаем на Connect Wallet, нам дают MetaMask, Wallet Connect, Keystone, Lattice, Coinbase Wallet, и Binance, и Taurus. Например, вы можете видеться через эти Wallet Connect, да, и вам дадут вот такое ScanQR Code with Wallet Connect, Connect Compatible Wallet, да, либо на дистопе, да, ну, тут идет не дистоп уже, да. Это более идут, например, Ledger Live, это холодный кошелек. Кто был у меня в обучении, они это знают, они пользуются. А тут мы будем сканировать QR-код. Try connecting, да. Давайте зайду сюда. Wallet Connect, да. Давайте сейчас мы с вами перейдем в Uniswap. Да, у меня есть проблемы с интернетом, но ничего. Это идет Uniswap, официальный сайт. Так же самое мы можем нажать Connect Wallet, как в скринах, да, Wallet Connect, либо Coinbase. Ну, это видео, как говорится, не про Coinbase Wallet, не про MetaMask, это про Wallet Connect. Мы нажимаем Wallet Connect и берем телефон, открываем, заходим в свои, скачиваем, сначала скачайте Wallet Connect, да, и я запишу видео, видео выйдет на телефоне после этого видео, да, там, после пару минут, то, как говорится, все будет показано, как это делать. И, да, такая вот информация идет. Вы заходите в свой Wallet Connect, настройки, находим Wallet Connect, сканируем, чтобы отсканировать код, нажимаем, да, и сканируем. Видео будет про это, да, еще раз повторюсь, не переживайте. И, да, вот такая мини-информация, что я хотела вам и показать, и просто с вами поговорить насчет этого. Не переживайте, больше видео, правда, скоро будут. Я все эти видео записываю сейчас, на тот момент вперед. Как вы знаете, как я говорила, да, это видео записываю, сейчас скажу, когда, 5 января, это уже был Новый год, и 7, если я не ошибаюсь, это будет Русское Рождество Католиков, или, я не уверена, это 2022 год. То это видео будет выходить чуть позже, в феврале, если не ошибаюсь. То, да, как говорится, все такие образовачивающие, ну, видео, да, будут выходить чуть раньше, потому что у меня будет очень много проектов, на которых я работаю, и должна закончить, то, когда есть возможность, записывайте видео, чтобы вложить вперед. Но шорт, либо какие-то другие видео будут, конечно, выходить намного раньше, да. И что я хотела сказать, спасибо, что просмотрели. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы получить больше видео. И, конечно, до связи, если что, можно купить марафон. Как это правильно все делать, вы можете найти после каждого видео информацию. И, да, до скорых встреч, всем пока-пока.